Ну что, друзья, солнечная, солнечная очень приветливая, очень приветливая Португалия, разнообразная. Это зона запрета полетов. И нет, никто не пришел нам, не запретил ни в коем случае. Это страны, где в прошлом храбрые воины, обоссавшись, ходят в масках, тыкают тебе в лицо в магазине, не дай бог ты решил приспустить ее под нос. Медицине невыгодно, когда я говорю, что жирный человек больной. Ну, в общем, ребята, эпичные фейлы бывают у всех. В общем, я уже опоздал, сейчас 21.02, гримбл у меня надик 21 час. Я хочу спросить, как он чувствует себя, как ты чувствуешь себя сейчас? Будьте успехи. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, друзья, солнечная, солнечная очень приветливая, очень приветливая Португалия, разнообразная. Тут есть огромные, потрясающие замки, форты стоящие на побережье, очень приветливые люди, песчаные пляжи, океан. И хотя у меня через час, час сорок лег, через час сорок у меня первый слой грима, и нужно быть чуть раньше, мы не можем пустить все время только этим соревнованиям. Хотя они, конечно, очень важны и интересны. Мы решили немного проехаться на этом побережье, показать вам один из фортов, фортов. Да, вы скажете, я не русский, а я не претендую. А я не претендую на истинно славянское происхождение. И, кстати, наверное, 99% из вас тоже не может, как бы вам сильно этого не хотелось. Но дело не в этом. Очень интересно и приятно, что португальцы очень хорошо относятся, не то что к русским, к россиянам. К россиянам, да и вообще выходцам из СНГ. Это приятно. Мы подбираемся к одному защитному сооружению и очень надеемся, что там есть парковка. Потому что топать ножками нам не очень хочется, а ехать до разворота будет долго, но мы победим. По первому съезду на дорогу Вене де Морджинал. Затем поверните направо. Вене де Морджинал называется улица. Это, кстати, очень приятные отели. Я вижу экспо-центр. Да, кстати, вот он тут находится. Зелена. Огромных деревьев нет. Пальмы, кустарники где-то в такой более горной местности. Я не знаю, название этих растений. Мы не были ни в одном ресторане, поэтому, к сожалению, я с вами не поделюсь впечатлениями... Если такое поверните направо, затем вы прибудете в пункт назначения. Я, к сожалению, не поделюсь с вами впечатлениями о местной кухне. Но, знаете, я летел в самолете, мой сосед был русский. Он был русский, но живет он в Португалии более 20 лет. Он тут работал и водителем автобуса, и сейчас у него своя языковая школа. Что он мне сказал? Что, как таковой, местной кухни нет. Традиционные блюда, это просто потрясающие мои продукты, пойманные в океане. И да, их мы попробовали, мы запекали в духовке дорадо. Мы пили лосочи, самостоятельно его приготовив. Правда вкусно, без сомнения, очень-очень качественные морепродукты. Сейчас мы будем пытаться, как обычно, разобраться. А я не понял, что можно ехать. Если машина стоит туда мордой, значит, не можно, правильно? Значит, спросим сейчас у чувака. Hello, hello, we can ride this way. We can ride this way. Thank you. Ещё. Я ещё не встретил ни одного португальца, который прям очень свободно бы говорил по-английски. Молодое поколение, по крайней мере, понимает. Более возрастные господа совсем-совсем незнакомы с языком. И мы не надо, знаете. В испанце, в принципе, точно так же. Испанцам ехала-болела твой английский. Они даже в дорогом ресторане могут тебе меню подать только на испанском языке. И считают это абсолютной нормой. Сейчас мы проведём некоторые манёвры. Сейчас используем. Ага, сейчас используем. Вот. А господа мопеды, у них чувствуют себя максимальными. Мама-криминал, как будто бы они едут на фильтровом фаерблэйде. И постоянно куда-то дёргаются, что-то делают. Лезут между машин. Короче, всячески пытаются выпилиться из жизни. Но их спасает то, что скорость передвижения по дорогам в очень многих территориях ограничена 30 км в час. Остальные зоны там 40, 50, 60. В территории города максимально было 70. Очень важно не протереть жопу машины. Потому что расширенную страховку я не стал оформлять. Потому что тачка ставила, ну, не архидорого. Наверное, где-то там 300 евро. А вот максимальная страховка на эти дни, я не знаю, по какой причине, стоила прям в лёгкой дороге, наверное. Ты же стройный? Да, да. А вот. Стоило дороже. В общем, сейчас мы выскакиваем с Алексеем, потому что у нас есть квадрокоптер. Мы надеемся, что он долетит до там, до Кастла, как это считаешь. У нас две задачи. Чтобы он долетел, чтобы его не сожрала чайка. Потому что, когда мы во дворе пытались его запускать, чайка прилетело очень много. Смотри, погнали, осмотримся. Друзья, должно было быть красиво. Вот он, коптер. Мы долго с ним мучились, заставили его летать. Представляете? Это зона запрета полётов. И нет, никто не пришёл нам, не запретил ни в коем случае. Тут просто за неработный GPS. Система не позволяет запускать коптер на этой территории. Вот так это работает. Ну что ж, в таком случае знакомьтесь. Форт. В свои времена они являлись оборонительными сооружениями. Ведь Португалия в своё время была одним из ведущих, ведущих морских... Как правильно это выразиться? Морской империей. Сильнейший флот Португалии держал в страхе огромное количество стран. Это страна завоевателей. Страна настоящих воинов. Как в своё время Испанская империя. А сейчас, к сожалению, это страны, в которых очень много темнокожих ребят себя ведут не очень прилично по ночам. Это страны, где в прошлом храбрые воины, обоссавшись, ходят в масках, тыкают тебе в лицо в магазине, не дай бог ты решил приспустить её под нос. А сейчас это страны, где они исполняют любые указания, ездят 30 км в час. Я не знаю, хорошо это или плохо. Это непонятно лишь мне и как такие вещи меняются. Ещё буквально 4 года назад те же самые испанцы выходили на улицы, гремели посудой, собирались на огромные митинги. А сейчас... А сейчас они боятся друг к другу подойти и поздороваться за руку. И, конечно же, коронавирус опасная штука, и от него действительно умирают люди. Но связано далеко не с опасностью вируса, связано с тем, что современный мир превратился в клоаку. То, что медицина не лечит, точнее, она краски лечит. Она не защищает людей, она не направлена на то, чтобы кто-то из вас был здоровым. В медицине интересно, чтобы вы были больными. В медицине не интересно учить вас правильно питаться, принимать необходимые добавки, есть полезную пищу. В медицине не выгодно, когда я говорю, что жирный человек больной. То, что это некрасиво, это полдела. Это больной. Это страшнейшее заболевание ожирения. Если вы посмотрите статистику, то люди с ожирением тяжелее переносят тот же самый коронавирус. Но это выгодно. Выгодно, чтобы люди были жирными, потому что они будут покупать много лекарств. Они от этого быстро не умрут. Но то количество денег, которое они принесут в бюджет своих стран, в бюджет транзакциональных фармкомпаний, он сумасшедший. Именно поэтому политика того же самого Инстаграма блокирует, к примеру, мои фотографии. Потому что, оказывается, я оскорбляю чувства жирных. И мне искренне, например, жалко этих людей. Во многом моя, ваша работа, то, что вы следите за собой, это вклад в их здоровье. Может, они посмотрят, что хотят быть такими же. Может, они посмотрят и спросят, дружище, а что у тебя за зеленая штука непонятная в контейнере? Скажешь, брокколи, он скажет, ё-моё, не слышал. Пюреху с сосиской слышал, а брокколи нет. Это вкусно? Нет, не очень, но это очень полезно. Поэтому то, что вы делаете с собой каждый день, несет огромную пользу для окружающих вас людей. В первую очередь, в основном, для близких. Они лучше вас понимают и общаются с вами. Точно для ваших детей, потому что вы являетесь для них огромным примером для подражания. Я вас благодарю. Простите, что не будет красивого видео, но снимем тогда у казино. Леша, отправляемся на грим. Ну, в общем, ребята, эпичные фейлы бывают у всех, у меня в том числе. Перепутал место грима, приехал в казино. А грим в казино завтра с утра. Нормально, ну, основной грим проходит в фитнес-клубе, владельцев, мистер Бик Эволюшн, там футбольное поле, там кабинки, в общем-то, все херня. В общем, я уже опоздал. Сейчас 21.02. Грим был у меня на 21 час. Говорили, будет все вовремя. Конечно, наверняка есть задержка. Но в целом, все равно тут лишние нервы, ну, прям не нужны. Хорошо есть платная трасса, и мы доберемся быстро. На самом деле пишут, что осталось 3 минуты. Теперь главное не профукать съезд. Естественно, ну, как бы, платная дорога, небольшие расходы. Наверное, не знаю точную цену. Также, естественно, я оплатил парковку возле казино. Ну, отлично, запарковались на 3 минуты. То, когда приходили, видели девушку, которая выиграла IVV Pro-карту. Не знаю, какая номинация, девушка, значит, симпатичная. Но сама суть, да, что заканчивается сегодня женский день соревнований. Тут я вообще не знаю, как это работает, ребят. Впереди шлагбаумы, и одна дверь без шлагбаума. Я тут один раз уже ездил. Я не знаю. Это вообще платно, не платно. Вот он что-то написал 0,75 евро проезд. Вот за этот был этап. Как его заплатить, кому его заплатить, я понятия не имею. Кстати, переключил наш электромобиль, гибридный мобиль, на спорт режим. Он заиграл новыми красками. Прямо реально. Вот до этого я включал ЭКО. Ну, ограничения я уже говорил, на 30 км в час в городе много таких мест. В общем, гонять было негде, поэтому, так скажем, экономненько ездил. Сейчас неэкономненько. Топил на все бабки. В общем, чуть-чуть нервы проходят, потому что, на самом деле, 12.2103. Как-то я телепортировался с эти 10 км очень быстро. И уже двигаемся в сторону зала. Так что, видите, где проходит грим, как проходит грим. Потихонечку меня уже пот сливает. Я плавно сокращаю количество воды, которую я пью. Как сказал я Алексею. Главное теперь, чтобы сильно не сдвинули мой грим. И чтобы я, соответственно, не обосрался. Потому что слабительное я уже принял. Поэтому всем, кто там, особенно в инсте, писал что-то про пресс, во-первых, идите нахуй. А во-вторых, будет офигенный пресс. Глубокий, хороший. Потому что сейчас все я, так скажем, отремонтирую. Со своему организму. Ну, потому что вот. Бывают всякие сложности. В общем, мы паркуемся. Чуть-чуть мимо, но ничего страшного. И влетаем. Просто влетаем. Как красавчики на грим. Ну, все, ребят. Готов первый слой грима. Мы успели. Обалденные ребята-гримеры. Я проверю, точно его зовут. Попросите ему пару слов сказать. Как там он? Я забыл. Андрей, как ты там? Друзья, мы здесь находимся в ВВПро спортсмен. Андрея Музила. Пойдемте минуту, секундочку. Попросим, как у него дела. Попросим, передать вам привет. Как вы думаете? Вы можете сказать пару слов для парточков из России? Для России. Да, для России. Нет в русской языке. Они говорят в английский. Как вы чувствуете? Как вы чувствуете? Луи Джи, мы демидраду Ренати. Как вы чувствуете? Я не понимаю, что вы говорите сейчас, сейчас мы уточним. Вы можете сделать интервью с Андреем? Вы можете сделать интервью с Андреем. Вы можете сделать интервью с Андреем. Он переведет его. Он говорит английский хорошо, я думаю. Вы думаете? Он говорит хорошо. Я хочу спросить, как вы чувствуете себя сейчас? Я чувствую себя очень хорошо. Я выживаю сегодняшний день на беды-билдинг. Я в 2018 году получил ПРОКАРД. Я хочу сделать это добрый беды-билдинг. Я хочу спросить, что вы думаете, что вы думаете, что это будет ваш главный враг на сцене? Я думаю, что Бутешеин – это очень хорошо. И Влад Шукурчко. Сухаручко. Очень хорошая атлет. И Биан Турек и Фуада Биаг. Хорошо. Это твои команды, твой тренер? Мои атлетики. Твои атлетики, да. Я думаю, что это очень сложно. Вы победите в ПРО на сегодняшний день. И сейчас вы здесь, с твоими командами. Это очень круто. Я очень рада за вас, как тренер. Это очень sencillо. Мои спешит. Понятно, я хочу победить. И это очень рада за вас. Если этим об этом, развивайте, чтобы меня прохватит неeking, а если это уверены, что варианта, это нескажеры. Я пойду, что ты готова! Войди и я желаю выгород. Я желаю вам счастливое! И желаю вам счастливое! И желаю ты пытайся на главный уровень «Аллимпея» Спасибо! Ставьте все, что ты мил и уйдите. Добро пожаловать! Жизнь уходит на второй план Андреа при этом находится тут с своими учениками И сейчас в 10 часов вечера Это про атлет высочайшего уровня А он итальянец Я отношусь к таким вещам с глубоким уважением Это очень круто И как сказал перевод его слов Он хочет реализовать себя и как спортсмен И как тренер Чтобы бодибилдинг это его жизнь Ну а мы отправляемся в номер Надо постараться побольше поспать Конечно же нужно постараться побольше поспать Вы поняли что мне нужно сделать Но как вы видите все таки Процесс уже идет Процесс уже идет И Я искренне надеюсь Что справлюсь с Возникшими Так скажем Непредвиденными обстоятельствами И Утром Все будет Хорошо С Андреемовски Виделись на турнире Европа ПРО Там мы и познакомились Он отметил мой прогресс Отметил мой прогресс С прошлого сезона Что Приятно Просто мы поболтали До интервью немного Спросил где Рома Вот Где ж ты Рома Вот А еще спросил я ли сейчас готовлю Диму вратынцева Ну нет не я Просто у них с Димой Ранее был один тренер Ну Дима Закончил Сотрудничество Сотрудничество